Приветик, я Ксюша и вы на моем развлекательно-познавательном канале из Норвегии. Мы с мамой поехали в Краков, чтобы сделать маме загранпаспорт. Но об этом поподробнее в другом видео. Решив свои важные дела, мы решили пробежаться по магазинчикам. Цены в Кракове не дешевые, но выбор хороший. Вещи отличаются от норвежских, и поэтому мы кое-что себе приобрели. Давайте посмотрим. Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу. Ты уже хочу-хочу-хочу-хочу-хочу. Субтитры подогнал «Симон» Распаковочка. Мы были в магазине одежды в Кракове. Посмотрите, что мы купили с мамой. Купили и маме, и мне. Вот это вот платье. Это для Ксюши. Такое платье стоит 100 злотых. Это приблизительно около 300 крон. Качество бесподобное итальянское. Ой, красотища. Вот это вот штаны. Тоже штаны для Ксюши. Бруки. Красивые такие. Посмотрите, бруки. Мягенькие. Качество бесподобное. Тоже итальянские. Стоит 110 злотых. Это приблизительно около 400 крон. Вот это вот кофточка. 100% лен. Качество бесподобное. Легенькое. Дышит. Смотрите, какая красавица. Мама, ну ты прям модель у нас. Модель. Такая кофточка около 150 злотых. Ну, около тоже около 400. Ну, около 400 крон, не знаю. Мне очень тяжело с этими злотыми кронами. Ну, как-то с евро проще. Это маме тоже такая же. Вот кофточка льняная. Только голубая. Только голубая. Ну, вообще, маме очень идет голубой цвет. Вот скажите, идет ей цвет голубой? Очень идет. Знаете, вот так вот ехать, вот так накинуть для лета. Ну, только плохо, что карманов нет. Мама, ну это же миллилитровка, это кофточка. Это так, на платьичко. Там еще куда-то накинуть. Вот если прохладно. Правда, у нас в это погода вновей. Ну, вот будем надеяться, что будет лето. Ну, не на год же покупаешь. Может, куда-нибудь поедем. А вы знаете, мы куда-нибудь поедем. Поэтому следите за каналом, узнайте куда. Вот это вот ветровка. Мама очень хотела себе купить ветровку. И она не могла ее найти, чтобы ветровочка была легкая. Смотрите, какая хорошая. Такая ветровочка, вот даже цену я покажу. 160, ну 170 злотых. Ну, я не знаю, около 500, наверное, 600. Ну, около 500 крон, около этой. Мама, очень хорошо. Так, только оправься чуть-чуть вот так, оправься. Хорошо. Цвет тебе хорошо. И, конечно же, как же можно не купить было, так сказать, папочке подарок. Это кошелек. Так, у вас дает, что? Да, он же вроде как собирается подъехать по тур в Украину. Ну, не знаю, в Норвегии запрещено. Ну, посмотрим там еще, как будут разворачиваться события. Давайте следующую распаковочку. Это мы были в галерее. Давай, мама, распаковывай. Будем смотреть. Ксюша купила лифчики. Потому что, действительно, лифчики в Кракове, в этом магазине, были намного дешевле. Ну, наверное, во всей Польше. По 35 злотых. Это около 100 крон. Это очень дешево для Норвегии. В Норвегии таких лифчиков не купишь за такую цену. Вот. Ксюша купила 4 лифчика. 4 лифчика. Я всегда их покупала в Украине. Ну, сейчас же в Украину не поедешь. Так, что дальше? Смотрим. Давай все подряд доставай. Купили штаны. Вот такие вот штаны по 100 злотых. Это около 250, 200, нет, 270 крон. Около 300 крон. Очень хорошие, мягенькие, бесподобные. Вот так вот и на работу бегать, и везде. Они вроде как и спортивные, но в то же время хорошие. Ну, конечно, и маме купили. Ну, как же. Маме же тоже надо в чем-то ходить. Ну, надо же маме в чем-то ходить. Да, мама? Конечно. Вот. Ксюша купила себе купальник. В Норвегии тоже, конечно, есть купальники. Но мне кажется, здесь, ну, понравился мне купальник. У Ксюши самый любимый цвет – это зеленый. Вот, посмотрите. Извините, мальчики, мерять не буду. Ну, и трусики, конечно, купальничка. Смотрите, какие трусики. Еще Ксюша купила это платье. Но, как видите, у Ксюши зеленый цвет. Это вообще, я не знаю, у меня просто от зеленого цвета энергетика сразу повышается. Вот такое вот платьичко мы купили. Оно около, по-моему, 90 злотых. Тоже это около, получается, около 250 крон. Ну, маме понравилось, да, мама? На мне хорошо сидит. Очень хорошо она, как на тебя шитая. Вот, как на меня шитая. Как на меня шитая. Сарафанчик, да. Обновочку, так сказать. Может быть, еще лето будет. Это мама себе купила ночную рубашечку на юг ехать. Да, мама? Да, красавица. Она такая, у нее одна была. А где она-то розовенькая уже все? Я с нее выросла. Она с нее выросла. Мы еще зашли в продуктовый магазин и купили немножечко, просто вот так вот деткам подарочки. Чуть-чуть всем, так сказать, конфетки. Чай купили. У нас, конечно, тоже есть в Норвене чай, но вот тут вот нам понравилось. Ну, тут может быть другой чай. Такой чай, я не знаю, ну, около 10 злотых. Цена разная, средняя. Около 10 злотых, это около, получается, 30 крон пачечка. Поэтому немножечко, конечно, дешевле, чем в Норвегии. Это тоже чай. Чай, конечно, мы купили много, но я купила на подарок и мама купила себе много чая. Она любит чаю подавать. Хотя я не купила, потому что у меня свои чаи. Я твои чаи пью только на ночь или когда простужаюсь. А мне иногда хочется похудшего чаи. Похудшего, ну давай. Ну и купили конфеты. Ну, конфеты что показывать? Конфеты и конфеты. В среднем цена конфет 39,45 злотых за килограмм. Ну, конфеты разные. Вот такая вот у нас получилась распаковочка в Кракове, в Польше. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое.